Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия», и сегодня мы будем читать 41 главу этой книги. И она начинается словами «По прошествии двух лет фараону снилось, вот он стоит у реки». По прошествии двух лет Шенатаем и Амим, по прошествии того самого разговора, который ввел Иосиф свиночерпием, возложив надежду на него и не призвав имя Божье. То есть наказание за это было целых два года жизни в темнице. По прошествии двух лет фараону снилось, вот он стоит у реки. «Фараону снилось», здесь еврейское слово «холем», буквально переводится как «фараону снится», «снится». О чем это? Это значит, что и по пробуждении какие-то образы, они беспокоят его, хотя он не может как бы четко и распознать их, вспомнить. Но это какое-то потрясение, которое продолжается и после пробуждения. «Холем» снится. «Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и точных плотью, и стали подли тех коров на берегу реки. «И съели коровы худые видом и точные плотью семь коров, хороших видом и тучных, и проснулся фараон». «И заснул опять». «И снилось ему в другой раз, вот на одном стебле поднялось и семь колосьев, тучных и хороших, но вот после них выросло семь колосьев, тощих и сушеных восточным ветром. «И пожрали тощие колосьев, семь колосьев, тучных и полных, и проснулся фараон и понял, что это сон». Что значит «понял, что это сон»? И так ясно, что это сон. Он понял, что это один сон, не два сна, а один, потому что одна какая-то мысль через первый и второй сон доносится до него, потому что здесь явные совпадения, полные коровы, налитые полные стебли, потом сменяются тощими коровами и худыми стеблями. Это сон, то есть один сон. «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Что значит «смутился», это по-еврейски «ват-типа-поэм», «смутился дух его»? Имеется в виду, это потрясло его, потрясло его, он был потрясен. Вот такое серьезное впечатление на него произвели эти видения. И он собирает мудрецов Египта, волхвов, волхвы, харту-мей по-еврейски обозначает звездочетов, то есть это астрологи, маги-астрологи, которые могут какие-то предсказания делать. «И рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». На самом деле, конечно, среди этих «мудрецов», в кавычках, среди этих волхвов, наверняка было много мошенников, и они могли просто придумать истолкование. Например, было такое предположение, что они могли, например, истолковать так. «У фараона родится семь принцесс, потом через какое-то время они умрут». То есть они могли предложить любое истолкование, в принципе. Но вот Господь какой-то страх, какой-то страх навел на них всех, и получается, что потрясены были, смущены, вот это слово «ватипаэм» не только фараон, но и вот эти мудрецы Египта, волхвы, все были перепуганы, и они умолкли, они не решаются даже врать. Ужас какой-то обрушился на всех этих людей, на всех этих «хартумей» волхвов. «И стал говорить главный виночерпий фараону». Здесь виночерпий понял, что он тут может пригодиться в такой ситуации, ведь его-то сны истолкованы были правильно. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне», то есть как эта мошка влетела в чашу с вином, и он продолжает говорить, «фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей, и снился нам сон в одну ночь, мне и ему каждому снился сон особенного значения». Тут сложная конструкция, я уже объяснял. А там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей, мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, соответственно, с его сновидением. Вот действительно, очень короткая память у язычников, и хотя нам кажется, что он здесь как бы хлопочет за Иосифа, на самом деле он опасается за себя, он мог кому-то об этом рассказать, а если бы сейчас он об этом не рассказал, с него бы спросили, «Тебе же правильно истолковал тот еврей? А почему же ты не подсказал фараону? Откуда это видно?» Это видно из того, как он преподносит Иосифа, он дискредитирует Иосифа. Смотрите, что он говорит. «Там же был с нами молодой, молодой что значит? Неопытный, как минимум не мудрец, еврей, то есть какой-то бродяга, раб, раб вообще не человек, это вещь. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, соответственно, с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось, я возвращен на место мое, а тут повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа. Иосифа. Фараон, наверное, был потрясен тем, что буквально никто ничего не отвечает. Ведь в каждой другой ситуации ему предложили массу истолкований. И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Ну, не могли же его в таком виде тащить во дворец. Мы видим, что его остригли, помыли, наверное, одели, соответственно, чтобы он пристал перед фараоном. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. «Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Вот он уже научен, Иосиф, что нельзя о чем-то просить, что-то говорить без вспоминания имени Бога. Вот эти два года, что он сидел, это не просто так, как я уже объяснил. Бог даст ответ во благо фараону. А что этими словами он говорит? О том, что надо уважать власть. Власть может быть для нас как благословение, но она может быть и как наказание для нас. Но власть – это власть. Это не значит, что мы особым образом почитаем фараона, царя, императора или президента. Нет. Мы уважаем сам принцип власти, который проистекает от Бога. А сердце царя, как мы знаем из Писания, в руках Божьих. Бог даст ответ во благо фараону. Здесь мы видим уважение. Потом уважение к фараону, кстати, проявит и сам отец Иосифа, патриарх Иаков. Но это потом. И сказал фараон Иосифу, мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров, тучных, плотью и хороших видом, и пашлись в тростнике. Но вот после них вышли семь коров, других, худых, очень дурных видом и точек плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худым видом, как и сначала, и я проснулся. Конечно, такое видение потрясет кого угодно. Тощие коровы пожирают полных. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись семь колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев, тощих, тонких и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один. То есть это не два сна, а один в том смысле, что один смысл и в первом, и в втором. Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Оказывается, Бог возвещает правителям то, что может произойти с их страною, потому что их положение, даже нечестивых правителей, обязывает их все-таки проявлять заботу. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосьев хороших – это семь лет, сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это семь лет также. И семь колосьев тощих, и сушеных восточным ветром – это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, что Бог сделает, то он показал фараону. Ну, очевидно, что фараон не пророк. Но как бы то ни было, он – голова над этой землёю. Египет – Мицраим, и фараон – Мицраим, египтянин, над Египтом, над Мицраимом. То есть хам на земле хама. И Господь может ему говорить. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода, и забудется всё то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжёл. А что сон повторился фараону, повторился это по-еврейски хиш-шанот, это глагольная форма, нефаль, от того же корня, что шинаем, то есть два, повторился два хиш-шанот, но один сон. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Вот на основании вот этого текста в Средневековье развивалась такая мысль, что если действительно человек видит в двух разных снах одно и то же, то надо как-то более серьёзно к этому отнестись. Хотя в христианской восточной традиции, в православной традиции вообще не рекомендуется обращать внимание на сны. Да, у нас были отечественные подвижники, которые говорили, что можно обращать внимание на сны, но значительная часть авторитетных отцов говорят, что нет, нельзя. Почему? Люди руководствовались с нами в чрезвычайных ситуациях, а чаще, когда ещё не было Писания, когда ещё не было Писания, или очень чрезвычайная ситуация, как вот сон, например, Иосифу Труженику, а обручнику Деве Марии. Ситуация была настолько невероятная, что здесь без явления ангела трудно было бы во что-то такое поверить. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землёй египетской, говорит Иосиф фараону, да повелит фараон поставить над землёй надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут». Конечно, когда Иосиф давал такой совет, он, конечно, не думал, что его поставят во главе этого проекта. Его поставят вот таким кризисным менеджером, который должен разобраться с этой ситуацией, сложной ситуацией. «И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут землей египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его». Хотя Виночерпий с таким сарказмом предлагал кандидатуру Иосифа в качестве истолкователя сна, но теперь вот эта мудрость Иосифа, она, конечно, всех поразила, потому что очевидно, что только такое истолкование имело место быть. «Сие понравилось фараону и всем слугам его». В Таргуме Анкелоса это звучит так, слова Иосифа пришлись по душе фараону и его приближенным. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Дух Божий, Кадеш Руах, Дух Святой. Наверное, что когда вот Иосиф истолковывал, они ощутили вот веяние Духа Божия, Духа Святого. «Найдем ли мы такого?» То есть такого нельзя найти. Это необычный человек, это удивительный человек. Да, он молод, да, он еврей-бродяга, да, он раб, но явно через него действуют высшие силы. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». «И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всею землею египетской». Смотрите, в каждом случае он любимейший сын своего отца, патриарха Якова. В рабстве он любимый слуга своего господина Патифара. В тюрьме он самый любимый заключенный, которому отдали в подчинение всю тюрьму. Теперь в глазах фараона он такой исключительный человек, что он может возглавить весь Египет, и только троном фараон будет выше его. «Поставлю тебя, поставлю тебя на тати от ха». Тут буквально перевод будет «даю тебе, даю тебе», то есть как бы «даю тебе по праву». И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя, то есть я даю тебе всю землю египетскую. Надо сказать прямо, что Иосиф воцаряется над Египтом, когда ему 30 лет. И Иисус Христос выходит на общественное служение, когда ему 30 лет, явление Христа народа. Ему 30 лет. И древние отцы церкви проводили некую параллель. Ведь на Христа смотрели с пренебрежением. Его называли сыном плотника, а он оказался царем царей. «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею его». То есть он облачает Иосифа в весон, шеш по-еврейски, золотую цепь, ровит, ровит. И он все это снимает с себя. Он как бы передает свои полномочия кому? Молодому, еврею, рабу. Поистине, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И велел ввести его на второй колеснице, на второй из своих колесниц, и провозглашать перед ним «преклоняйтесь». и поставил его над всей землею египетскую. Колесница «меркавет» – это такая древняя конструкция. Из дерева обивали золотом. Как правило, в Египте четыре лошади. И все должны кричать, когда видят Иосифа во славе, «преклоняйтесь». Это перед ним должны кричать, а люди должны подчиняться. Аврех, Аврех по-еврейски. Аврех. И все должны поклоняться ему. И поставил его над всей землей египетской. Египет – это языческий мир. Христос через проповедь апостолов воцарился во всем языческом мире. И перед знаком креста Господня языческие императоры склонили свои головы. «И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Имеется в виду, не двинет ни руки поднять оружие, ни ноги, то есть коня не сможет оседлать, если не будет приказа, разрешения со стороны Иосифа. То есть вся судебная власть, все воинские обязанности, все передано в распоряжение Иосифа. Он стал и правителем, и законодателем, и военачальником. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф Панеах и дал ему в жену Асенефу, дочь Потефера, жреца Илеопольского, и пошел Иосиф по земле египетской». Давайте посмотрим, как Таргума Анкелоса предлагает конструкцию этого стиха. «Фараон нарек Иосифу новое имя, муж, которому открыто скрытое». Таргума Анкелос как бы раскрывает значение имени. «И отдал ему в жены Аснат, дочь Потеперы, правителя Она, и стал Иосиф правителем Египта». Стал Иосиф правителем Египта. Есть точка зрения древних экзегетов, что дочь Потефера – это дочь того самого Потефара, имя которого изменилось. То есть Потефера по-еврейски – это Потефар, а Потеферой – фейра арамейская – «калечить, оскоплять» означает. Он назван по той причине, что оскопился, ибо он желал предаться страстию с Иосифом. И, то есть, оскопился как? Не в том смысле, что сам себя оскопил. Скорее всего, имеется в виду, что он оказался неспособен после такой нецеломудренной мысли на сына пророка вообще к продолжению рода. И теперь он свою дочь отдает за Иосифа, а жена Потефара, теперь уже Потеперы, она должна плясать на этой свадьбе перед женихом, который восседает на самом торжественном месте. Но это такой очень древний комментарий. «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского, и вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Вот здесь мы видим, что ему точно 30 лет, когда он воцаряется, и Христос выходит на общественное служение и начинает проповедовать, что приблизилось Царствие Божие, когда ему 30 лет. И далее все происходит так, как было предсказано. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, то есть с одного зерна целая горсть с колоса. И собрал он всякий хлеб в 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, это такие города-элеваторы, в каждом городе положил хлеб полей, окружавших их. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Ассенефа, дочь Патифера, жреца Илеопольского. Жреца Илеопольского. Кстати, в те времена очень часто люди, занимая какие-то должности светские, они автоматически получали какой-то статус жреца. И нарек Иосиф имя первенцу Монасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Монасия, то есть, как бы то, что забвение наступило, он забыл. И другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего, плодовитым, Ефрем. И прошли семь лет изобилия, которые были в земле египетской, и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Божье благословение покинуло даже землю обетованную, эра Цесраэль. Оно переместилось с Иосифом, который оказался настоящим праведником своего поколения. Цельный человек, цадик, праведный. И то, что голод начался даже в святой земле, а в Египте благополучие, это не случайное обстоятельство. Это как бы вот Божье благословение, как огненный столб передвигается за святым человеком, он уходит из какой-то земли, и благословение уходит вместе с ним. Собственно говоря, и мир-то почему погибнет? Мир, в котором мы с вами живем. Древние говорили, когда оскудеет полк святых, то есть святых станет совсем мало, мир придет к своему завершению. Ибо, как говорили наши предки, не стоит город без святого и село без праведника. И он приносит богословение этой языческой цитадели, потому что он сам источник благословения. Ибо Господь изливает на него милости, которые, как бы отражаясь от него, касаются и других. Поэтому верующие, в какой бы стране они ни жили бы, на самом деле они залог процветания страны. И угнетение верующих, тем более изгнание верующих из какой-то страны, оборачиваются проклятием для этой страны. Но, когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то есть, когда уже глобальный голод, то народ начал выпиять к фараону о хлебе и сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И смотрите, друзья, Иисус Христос рождается в Вифлееме. Вифлеем – это Байтлехэм – дом хлеба. Дом хлеба. И отцы обыгрывают обстоятельства, говорят, колос, который евхаристически напитал всю Вселенную Эйкумену, рождается в Вифлееме в доме хлеба. А так как Иосиф – это символ Христа, он может напитать всех язычников. Как сказано, не хлебом едином будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Эти слова, исходящие из уст Божьих, из уст Иисуса Христа, приняли апостолы в свое сердце, потом пошли и разнесли эти слова по всей Вселенной. И светская власть отступает боязливо в сторону, и фараон говорит, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отварил Иосиф все житницы, у него-то хлеб есть, он его скопил, и стал продавать хлеб египтянам, голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод, ибо голод усилился по всей земле. И так он стал продавать хлеб ва и бор хлеб. Иосиф стал предоставлять египтянам шевер хлеб, провизию, имеется в виду, вот продажа началась, а люди стали покупать хлеб, здесь слово лишь бор, у эль Иосифа, здесь как бы непрямой порядок слов, так что общий смысл стиха таков, из всех стран приходили в Египет к эль Иосифу покупать хлеб. Христос, хлеб, сошедший с неба, который евхаристически можно питать все народы и все земли. И по мере распространения Слова Божия распространяется и евхаристическая жизнь, которая является источником блага. И когда будет абсолютный голод духовный, это во дни Антихриста, у пророка Амоса сказано, люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, как ищут хлеба, и не найдут. Но в народе Божьем Евхаристия будет совершаться даже до пришествия Христа, даже во дни Антихриста. Как Христос сказал, «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». Итак, сегодня мы с вами окончили изучение 41-й главы книги Батия. Если мы будем жив, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать 42-ю главу этой книги, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию об очередной беседе по той или иной библейской книге. Спасибо всех, Христос. Спасибо всех,